Как изменяется шейный отдел у рептилий в процессе эволюции? У нас в зоологии действительно мы говорим о том, что есть земноводные, а земноводные идут к ним дальше рептилии сразу. У земноводных что с шеей? У лягушки. Да, абсолютно точно, только один позвонок. А у рептилий уже, вот, например, у предка ящерицы сколько? Восемь позвонков. Вот это известный факт, вы видите, что шейный позвонок меняется. Как изменяется, увеличится количество шейный? Кстати, и там есть первые два, как называется, то у человека тоже есть. Впервые появляются. Нет, это волочка яйца. Атлант и епистрофей. Атлант имеет такой зуб, который торчит и уходит. Ну, а епистрофей — это уже другое. Это такой… Сейчас я подумаю. Нет, наоборот. Атлант. Атлант нету у него тела, это такой круглый позвонок без тела, который крепится к черепу непосредственно. Это первый такой. А епистрофей вот такой зуб имеет. И насаживается на атлант непосредственно, чтобы голова крутилась вместе с атлантом, с черепом в разные стороны хорошо. Поэтому вот такой второй позвонок с зубом дает подвижность некую рептилиям. Как меняются воздухоносные пути у рептилий? То есть это мы про позвонки сказали. Ну и второе. Ачеистые и лёгкие. Да, ячеистые и лёгкие вы скажете, конечно. Но плюс, конечно же, удлиняются воздухоносные пути. Вот так вот я напишу. Плюс появляются бронхи. Фипи прямо это написала. Действительно, у земноводных как назывались лёгкие? Да, мешковидные лёгкие. Это совсем другое. Никаких не… Очень короткие и не было никаких бронхов по мини. А здесь уже как-то всё очень специализируется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!